И продолжаем про писателей, но теперь современных. Андрей Геласимов, автор романов «Жажда», «Степные боги», «Холод», «Роза ветров», лауреат литературной премии «Национальный бестселлер», стал автором текста «Тотальный диктант» в 2020 году. Кстати, диктант пройдет уже в эту субботу, 17 октября. Подробнее об этом, о мероприятии нам расскажет методист отдела маркетинга и инновационно-методической работы Централизованной библиотечной системы Губкинского Полина Нямцу. Полина, здравствуйте. Доброе утро. Полина, расскажите, пожалуйста, что же все-таки такое «Тотальный диктант», что это за акция? «Тотальный диктант» — это общественно-образовательная акция для всех желающих. Принять участие можно от 6 лет и старше. В 2010 году, не помню точно, один спортсмен, он принимал участие, ему было 102 года. Цель этого диктанта — показать, как важно быть грамотным для каждого человека. Полина, расскажите, пожалуйста, насколько обширна география проведения данной акции или же это все-таки у нас будет проходить только на Ямале «Тотальный диктант»? География «Тотального диктанта» очень обширная. Она будет проходить практически на каждом континенте Земли. В этом году будут участвовать 246 городов за рубежом и 507 российских. Акция будет проходить на разных площадках совершенно, от международной станции до исправительных колоний. Полина, расскажите, пожалуйста, а у нас в Губкинском где будет проводиться этот «Тотальный диктант»? Куда можно будет прийти, соответственно, и писать этот «Тотальный диктант»? У нас в городе будут три площадки. Это детская библиотека, центральная модельная библиотека и лингвистическая школа в 6-м микрорайоне. Кстати, интересующий многих наверняка вопрос, а в какой раз у нас в городе проходит этот «Тотальный диктант»? «Тотальный диктант» в Губкинском будет проходить уже в 6-й раз. В 6-й раз. Полина, а расскажите, пожалуйста, как можно принять участие в этом «Тотальном диктанте»? Вот, допустим, я. Я безумно заинтересован для того, чтобы написать этот диктант. Куда мне нужно обратиться? Может быть, через интернет? Может быть, позвонить куда-то или прийти, чтобы записаться, подать заявку на «Тотальный диктант» и уже в субботу, 17 октября, прийти и написать его? Для начала нужно зарегистрироваться на официальном сайте «Тотального диктанта» и выбрать площадку, которая вам ближе. Регистрируемся, и, соответственно, нам уже сама система выдает ту площадку, куда мы и пойдем, правильно? Да, и назначенный день за 15-20 минут, обязательно ручку с собой захватите, вы приходите, чтобы зарегистрироваться уже на площадке, чтобы взять в бланк и занять место в аудитории. Полина, скажите, пожалуйста, а как будут соблюдаться эпидемиологические нормы в момент проведения диктанта? Организаторы обещают соблюсти все нормы предосторожности, включая социальную дистанцию, будет рассадка мест. Поэтому напоминаю, чтобы обязательно жители города взяли с собой маску и пару ручек. Полина, а вот если, допустим, я захочу написать диктант дома, вот тут мне как вот быть? Организаторы разработали три варианта. Есть онлайн вариант написания диктанта, это вы дома, под онлайн-трансляцию, в специальном окошечке пишете диктант, потом просто нажимаете «Отправите» и в течение недели ждете результата. Есть вариант «Пишем дома», тоже пишете во время онлайн-трансляции, но оценка за диктант не ставится, вы просто пишете, чтобы проверить себя. И оффлайн, это классическая версия, вы приходите на площадку и пишете диктант под диктовку диктатора. А напомните, пожалуйста, еще раз, в какое время 17 октября будет проводиться? Ровно в час дня. Ровно в час дня. Вообще у диктанта есть четыре части. Те, кто будут проходить онлайн, они могут поучаствовать в онлайн-марафоне и написать все четыре части. Это будет в 8 утра, в 11, в 2 часа дня и в 23 часа по московскому времени. А вот, кстати, интересно. Вот, допустим, я пришел в аудиторию, написал этот диктант, потом куда сдается работа и в течение какого времени она проверяется, и я могу увидеть свой результат? Работу будут проверять профессиональные филологи, в течение недели будет оценка выставлена в вашем личном кабинете. Скажите, пожалуйста, а вы принимали участие в тотальном диктанте, если не секрет, какие результаты? Нет, к сожалению, я ни разу не принимала участие. В этот раз у меня есть такая прекрасная возможность, я напишу его в нашей модельной библиотеке. Какой у вас настроек? Как вот напишете диктант? Я вообще думала, что напишу на пятерку. Ну, мы только пожелаем вам удачи и всем губкинцам, кто будет принимать в этом участие. Полина, спасибо вам большое, что встретили это утро с нами и ваши пожелания губкинцам на день грядущий. Дорогие друзья, у нас все будет хорошо, и праздник русского языка обязательно состоится. Приходите на наши площадки, будем писать диктант вместе.